МЧС предупреждает, слишком часто самарцев в последнее время стали получать смс-оповещение об изменении в погоде. Связано ли это как-то с прогнозами ученых, о глобальном похолодании неизвестно. Однако, судя по официальной статистике, изменения действительно есть, правда прямо противоположные. Так в последние годы фиксируются высокие летние температуры и продолжительный период весенней оттепели. В начале нулевых на планете началось глобальное потепление, повышение средней температуры на Земле. Причины разнятся. Одни синоптики сетуют на экологическую безнравственность современного человека, другие связывают это с парниковым эффектом. То, в чем единогласно уверены сторонники разных теорий, глобальное потепление есть. И следом за ним планету ждет ледниковый период. Ледниковый период был и не один, их много было. Каждый раз глобальное потепление сменялось глобальным похолоданием гораздо большим, чем предыдущие. Погода за окном не может не вызывать мысли об ощутимом похолодании. Хоть его в ближайшее время и не прогнозируют. Средняя температура для сентября всего 5 градусов с отметкой плюс, непривычно для средней Волги. Но связывают это метеорологи не с глобальными процессами, а с астраханским цихлоническим вихрем, из-за которого в Самаре были ливневые дожди и ураганы. Сейчас непогода движется в сторону Уральских гор. В ближайшие месяцы антициклонов не предвидится. Поэтому октябрь обещает быть сухим. По предварительному прогнозу на октябрь, среднемесячную температуру воздуха они ожидают около нормы, а осадков меньше нормы. Ну, поэтому можно сказать, что возвраты, ну, вот такой относительно теплой погоды, наверное, еще будут. Столбики термометров еще поднимутся немногим выше 10 градусов. Порадует самарцев и теплое осеннее солнце. Однако куртки далеко убирать не стоит. Бабьего лета в этом году уже не предвидится. В ближайшее время в Самаре будет повышенное атмосферное давление, поскольку северный антициклон еще не до конца покинул область. Холодные температуры ниже 10 градусов сохранятся до конца недели. Хоть ночью и, возможно, заморский мокрый снег, однако о скором ледниковом периоде говорить пока не приходится. Мария Левина, Николай Епифанов, События.